Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала. Сегодня будет такое особое видео. Я бы сказал и назвал бы его «Не делай людям добра, не получишь зла». Это будет поучительный рассказ для вас, я надеюсь. Ну а для меня, как повествование о наболевшем, можно сказать, крик души, ну и, что называется, для истории тоже. Ну что ж, я сейчас всё вам расскажу, зачитаю, а вы судите, как говорится, сами. Уже прошло где-то 8-10 месяцев с того момента, как один человек, мой зритель, обратился ко мне с одной просьбой. Я эту просьбу его удовлетворил, после чего получил то, что, собственно, невозможно было, по крайней мере, по прочтению вот этого первого письма этого человека ко мне, ожидать то, что он сделал, как он поступил впоследствии. Те зрители, которые новые, случайно смотрят это видео, в двух словах. Я биолог Фролов Юрий Андреевич, предприниматель, ну, известный блогер в интернете по ЗОЖ, по теме веганства, сыроедения. И меня смотрят в основном люди данного круга, помимо тех моих основных лекций, которые собрали миллионы просмотров, там смотрят все подряд. Дальше люди, как говорится, отсортироваются, и вот те, кто постоянно меня смотрит, ну, кому интересны мои лекции, то, значит, соответственно, это вот этот, так назовем, узкий круг. Итак, эти люди узкого круга всё поймут сразу. Ну, а те, кто не в курсе, не в теме, но я вот кратко сейчас пояснил. Итак, неважно, какого питания человек, неважно, кто вы, откуда, из какой страны, сколько вам лет, это неважно. Важно, люди ли мы, да? И вот, собственно, об этом будет данное видео. То есть о поступках человеческих, о том, как можно доверять людям, можно ли доверять людям, и как же иногда некоторые люди, совершая определенные поступки, разрушают веру в человека и в человечество, и в человечность вообще. Ну вот, и так, вы должны знать этого человека во лицо. Мы покажем и паспортные данные, фотографии, расписку. Ну, зовут его Роман Огурцов. Итак, да, будет его почта. Вдруг вы захотите ему лично написать что-то. Если он, конечно, уже не сменил свою почту. Итак, 3 апреля 2019 года, а сейчас у нас я запись делаю 7 февраля 2020 года. Ну, практически год прошел. Он мне пишет. А скриншоты, естественно, будут показаны, чтобы вы понимали, что это есть на самом деле именно так. Письмо длинное, но важно зачитать его практически полностью, чтобы вы понимали вот саму суть. Как человек себя позиционировал, что он якобы себя представляет, какие слова, мысли, соответственно, образы давал. И вот тогда будет ясно. И все-таки я решил ему помочь, о чем сейчас, конечно же, очень жалею. И, возможно, пересмотрю свое отношение к таким поступкам, которые я совершил. В данном случае вот с этим человеком. И не только с ним, просто здесь такой показательный пример, да и сумма немаленькая. И, однако, слушайте внимательно. Это будет очень поучительно. И вот, смотрите, я буду сейчас зачитывать его письмо мне. А вы вдумайтесь, какой текст, какой слог. Значит, Юрий Андреевич, здравия вам. Пишу вам с просьбой. Вынужденно, можно сказать. Прошу вникнуть и понять. Обещаю, что это единожды. Знаю, какой вы занятой человек. Постоянно смотрю ваши ролики. Живу с вами одним духом. Но прошу уделить этому письму 5-10 минут. Отношусь к вам с огромным уважением и благодарностью за то, что даете ценнейшую информацию по многим аспектам, за ваш труд на благо людей, за то, что даете возможность приобретать ценнейшие продукты и товары. Просьба у меня такая. Юрий Андреевич, прошу дать мне в рассрочку коробку фокуса, коробку сухого сока, ну это проростка пшеницы, 3 килограмма топ спирулина, антипроцитарный набор, 2 бутылки хвойного экстракта, генератор аэроионов. На полтора месяца. Самый крайний случай на 2 месяца. Уже нормальная, да, просьба? А если десятки людей, сотни, тысячи и такое вот будут писать, и так вот, и кто-то скажет уже, и будет принц прав, ну, простота хуже воровства. Ну ладно, читаем дальше. Причина банальная. На данный момент попросту совершенно нет денег, но есть острая необходимость. Дело в том, что с 1 января 2019 года я не работал 3 месяца, так как нужно было заниматься сыном. У него психическая задержка развития, агроматизм речи, пропускание букв в словах, усвоение материала идет с трудом. Вот учебная четверть длинная была, стали оценки ставить, надо было постараться, а то мы и так пошли второй раз. Хотя после начальной школы мы больше в школу не пойдем, по крайней мере государственную. Сам ребенок здоровый, красивый, все прекрасно. Значит, мы, кстати, подходили к вам на одну из ярмарок, разговаривали с вами на эту тему, купили-то коробку фукуса, сок проросков и так далее, и так далее. Сами мы из Чебоксар, но сам я в основном в Москве, а так то они ко мне приезжают, то я домой. Смысл дальше такой. Я занимаюсь дезинфекцией по квартирам. С самого утра до позднего вечера на ногах в движении. Сейчас сил совершенно не хватает, вплоть до того, что все тело сопротивляется, невозможно работать, просто лежишь дома и не можешь встать по нескольку дней к ряду, когда в день я могу зарабатывать 3000 рублей. Вот. Вот приехал в Москву несколько дней назад и не могу трудиться из-за слабости. Хотел к ярмарке 30-31 марта заработать денег и купить необходимые продукты, да сил не было совсем. Сейчас даже пайный, ну это прибор по генератору водорода такой, старая модель, не помогает, хотя раньше прилив сил давало. Сам я сраю, это уже почти 4 года, сейчас питаюсь яблоками, больше даже ничего не хочется иногда, овощные салаты, но дальше я не буду описывать это не так существенно. На Новый год я покупал у вас на ярмарке продукцию определенную, но для сына и сразу стало заметно изменение в его здоровье и учебе. Раньше, когда я покупал у вас эти продукты, сразу увеличивалась работоспособность колоссально, а тут сейчас наложились эти факторы, дефицит минералов, московская атмосфера с ее минусами, ну естественно вот эта химическая страшно вредная работа, которой он занимался, это я от себя скажу. Единственный плюс Москвы, что денег можно заработать, хотя и они не нужны, имея свою землю и дом. Правильно. Моя же цель аналогична и вашей, вырасти свой лес на тысячу гектар. Ну мысль, конечно, и я скажу, амбиции огромные. И это не простые слова, я иду к этому медленно и действенно, здорово. Пока хочу у себя в Чувашии, но ближе к делу, может быть, другое место подыщу. Вот на это и нужны деньги. Есть несколько проектов, которые я для дохода реализую, но надо время и терпение, очень сильно тянет на природу цель, как бы одна общий дом, баня, лес, озеро, при умножении своего рода, воспитания детей, саморазвития. Надеюсь, что я вас не сильно утомил. От всей души слезно вас прошу дать мне рассрочку. Внимание! Самое главное. Надеюсь, я не сильно вас утомил. От всей души слезно прошу вас дать мне рассрочку. Вас дурить и обманывать мне нет смысла. Прошу запомнить эти слова. Во-первых, очень уважаю вас. Всегда всем рекомендую ваши ролики, продукты, даю ссылки. Во-вторых, такой минус в карму в себе дороже. Внимание! Единственное, что умоляю дать рассрочку, прям без преувеличения сил просто никаких, я хотел вам на ярмарку приехать 31 марта, поговорить, но не решился, постеснялся. Я бы так и не просил ни за что, но понимаю, что не могу не просить, срочно надо работать. Если дадите добро, прям сразу же приеду к вам на склад под Зеленоград, а я вас уже был несколько раз. Напишу расписку, и все такое. Никому никогда об этом не расскажу по определенным соображениям, даже жене. Пиес, возможно, у вас возникает возмущение, негодование в голове. Вы такой человек. Нет, невозможно, кстати, после прочтения не вызвало потом вник в ситуацию, жалко стало человека, ребенка. Но отнеситесь, пожалуйста, к этому с участием. Когда-нибудь я постараюсь также быть полезным по любой вашей просьбе. Уже постарался. Жду с нетерпением одобрительного ответа. Это всего лишь рассрочка. И не будет ни малейшей задержки. Так, ну вот она уже год. Сейчас я звонил вам предупредить о письме. Телефон откуда-то нашел. Так, стало стыдно. Вы, наверное, думаете, что я что-то интересное или важное для вас. Но, к сожалению, это только важно для меня. Но я утешаю себя тем, что обращаюсь к вам как соратнику, как единомышленнику, близкому по духу человеку. Смею думать, что когда-нибудь вы будете гордиться, что знали меня, что помогли мне. Это вообще, конечно, круто. Я уже горжусь. Уже. Уже. Я уже знаю, как словами объяснить эту значимость для меня от этих продуктов. Надеюсь, вы это прочувствовали. Просто я твердо решил остаться в Москве, пока не выйду на доход от нескольких миллионов рублей в месяц. Я последнее время только и думаю, как улучшить жизнь в стране, чтобы люди стали этичнее, здоровее. Ну, он уже этичнее, здоровее сам себя сделал. И осознаннее, чтобы наша земля стала в гармонии с природой. Но это уже отдельная тема. Для себя я давно уже особо ничего не хочу, как раньше. В общем, цели высокие. Да это видно. Просто я сейчас упал духом от этой беспомощности, от физической слабости. Все внимание тело забирает на себя. Всего доброго, извините за беспокойство. Роман Огурцов. Ну, и что я ответил на это? Роману Огурцову, 4 апреля в 7.39 утра я отправил ему следующее письмо. Здравствуйте, Роман. Прочел. Понятно. Но это почти 100 тысяч рублей. Нам нужны оборотные средства. У меня 4 одновременные крупные стройки идут. Кстати, тогда это еще совпало с тем, ну, что я там не писал, конечно, что вот эта лавка от моего имени, которая продавала мои продукты, меня кинули и предали. Есть видео отдельное, вот это кому будет интересно посмотреть. Ну, это ладно. И я ему пишу, я могу дать эти товары на один месяц вам, не более. Пойду навстречу. Рассчитайте, что именно. Уменьшите заказ. Или половину возьмите, а через месяц купите остаток вместе с оплатой долга. С уважением, Фролов. Ну, я пишу ему, советую бы 12 применять обязательно, смотрите мою лекцию, там все указано и D3 и так далее в аптеке купить, ну, и так далее. Ну, и вот, что он мне отвечает в этот же день, 4 апреля, почти, ну, в 13.59. Роман Огурцов пишет, здравствуйте, Юрий Андреевич, я вас понял, сейчас рассчитаю. С такой тревогой открывал это письмо, внутри прям все сжималось. Очень вам признательно, даже не ожидал, если честно. Ну, многие не ожидали от меня. А некоторые говорят, еще пишут, не зная меня, конечно же, какой я негодяй, мерзавец и так далее. Ну, что ж, может быть, я и такой. Вы поистине великой души человек, вы сейчас в меня такую силу вселили, а то сегодня опять до часу дня просто не мог встать с кровати и ложусь хотя в 23.00. Видимо, очень большой дефицит в питательных веществах, я так понимаю, сам в недоумении. Итак, 15 банок фукуса, сухой сок, ну, пророска пшеницы, 20 банок, спирулина, 4 штуки по полкило, антипроцитарный набор, полный генератор аэроионов, экстракт пихты, 2 штуки, на 70 тысяч рублей. Ну, правда, там может быть другая сумма, это у меня запись есть, посмотрим сейчас. Если вы позволяете, то я беру все это на месяц, по возможности, желательно, до 15 мая. Я тогда сейчас выезжаю к вам на склад, напишите, пожалуйста, ваш ответ. Ну, я ему, значит, написал, он приехал. И так, вот на этот месяц и 10 дней, да, есть расписка, вот она. Ну, вот его, кстати, паспортные данные, тут можно его фотографии увидеть. По-моему, мы делали фотографию и его лично, но чтобы более качественная была. Соответственно, если да, то сейчас на экране она появится, чтобы знали, как говорится, героя пьесы. Так, все люди, ну, потому что ведь, возможно, этот человек будет с кем-то общаться, втираться в доверие, кто-то захочет иметь с ним какое-то дело, возможно, так пусть будет это видео мое. И моя проблема, ну, скажем так, уроком для тех, кто, возможно, захочет хоть какие-то иметь с ним дела. Так, что дальше происходило? Дальше неоднократно ему писали, звонили, естественно, я лично звонил, мой помощник, он не брал трубки, молчал, естественно, он не оплатил никакого 15 мая, 20 мая, и, так сказать, не оплатил и в июне, и в июле, и так далее. И вот, одна из последних переписок, о которой я хочу сказать, понедельник, 17 июня, в 10.37 утра. Я ему пишу простое письмо, цитаты, его же цитаты из его текста. Высокие цели, отблагодарил уже, не собирается он дурить, жизнь показала обратное, ни малейшей задержки, смысла нет дурить, мне он писал, что горжусь вами, там, что карма ваша улучшится, так сказать, и так далее. Ну, если я такой поступок совершал, то у него как карма интересна будет. Надеюсь, я вас не сильно утомил, а всей души слезно вас прошу дать мне рассрочку, дурить вас нет никакого смысла, во-первых, очень уважаю, во-вторых, так сказать, там, ну, и так далее. Вот. Жду с нетерпением одобрительного ответа, это всего лишь рассрочка, и не будет ни малейшей задержки. Вы будете гордиться, что знали меня, что помогли мне. В общем, цели высокие. Ну, какие же бывают все-таки твари, да? Ну, хорошо. Значит, ну, и что вы думаете, он что-нибудь ответил? Нет, он ничего не ответил. Мой помощник многократно бомбардировал его и в его группу контакта, и на почту его. Что же вы, Юрий Андреевич обещали, а свое слово не сдержали? Почему вы не берете трубки? Почему вы не отвечаете? Да, а он ответил, этот Роман Огурцов, что я напишу Юрию Андреевичу, у меня проблемы там, и так далее, и так далее. Ну, естественно, он наврал и не написал мне ничего. И вот, когда он мне что-то написал, это было 20 октября, 20 октября 19-го года, он пишет в 13.15. Здравствуйте, Юрий Андреевич, вообще как ни в чем виноват. Конечно, я благодарил и буду вас благодарить всегда. Как здорово, да? Ну, не получилось мне вам вернуть вовремя. Не смог я работать. Я целых три месяца провалялся в Москве без сил. Я, конечно, пробовал себя восстанавливать физически, ходил на пробежки, после чего опять валялся, голодал через день по 36-41 часов, делал энергетические практики. В общем, так до нормы и не дошел. Работать не мог, максимум по 2-3 дня. Так, на фрукты только. За жилье тоже долг скопился, потом уехал на малую родину. А почему, что сволочь мне ничего не написал, как обещал, что, мол, так и так. Прям вот каюсь, винюсь, не могу сдержать свое обещанное слово, так твердо данное вам. Почему же вот этого не было написано ни через день после окончания долга? Вообще, заранее пишется это, надо было 10 мая написать или 1-го, в крайнем случае 15-го, хотя это было бы уже некорректно. А дальше был июнь, июль, август пролетел, сентябрь. И вот конец октября, это как называется? Называется тварь, не человек, подонок. В Москве я раньше зарабатывал от 4 тысяч в день, но потом уже не мог работать, увы. То ли это Москва, так сил забирает, то ли у меня что-то не так. Нет, не так, у вас что-то не так. То ли род деятельность слишком угнетает аморальная и физическая, это просто дополнительный фактор. Или все вместе взято, и безусловно, хотя есть проблемы со здоровьем большие, видно. Сейчас вот ездил в Москву опять, только смог 2,5 дня поработать, уехал обратно домой. И этот человек хотел миллионы в день зарабатывать, этот человек хотел тысячу гектар лесом засадить, он ничего не сделает в жизни, такой человек, я в шоке просто. А я ведь поверил, я думаю, ну такой пишет человек, сильный, серьезный, целеустремленный, ну ладно, пойду я навстречу, дам я ему товары на полтора месяца в убыток себе, потому что, это же в оборотах уже эти суммы не участвуют, новые товары приходится производить, закупать, то есть тратить свои деньги, а тут облагодарил, черной благодарностью, скажем, подлой. Вот что я написал изначально, это 100% истина, ну что 15 мая он мне отдаст, да, видимо? Угу. Все свои планы я реализую, ну прямо сейчас. Я же не какой-то, выпивох или забулдыга, нет, просто подонок. Просто на данном этапе пути у меня такие неполадки в плане физики. Как только у меня возобновится постоянный стабильный доход, обязательно с вами рассчитаюсь. Нет, дорогой друг, на месяц брал у меня и должен был рассчитаться ровно через месяц, ну 15 мая, как договорились, ровно как по расписке полагается, которую дал, слава богу, мы ее взяли. Прошу понимания, насколько это возможно от вас. Конечно нет. Если бы человек поступил по-человечески, и ты, Вася, вот роман, то надо было бы сообщить, объяснить, извиниться, что так и так не получается, а как поступил, как последняя крыса. Ну и 26 октября я ему пишу письмо, после которого, конечно же, с ним никакой связи уже не было. И вот уже прошел весь октябрь, ноябрь, декабрь, ну соответственно, январь, вот уже февраль. И естественно, он пропал. Видимо, он считает, когда сможет, это в следующей жизни. Ну так, через 100-200 лет или не пойми когда. Он же обещал, он отдаст, он же слово держит. В 90-е годы таких убивали и правильно делали, кстати. Потому что всему есть предел. Вот всему есть предел. Подлецов, тварей надо наказывать и не ждать, когда-то там в следующей жизни это что-то произойдет, а сейчас и здесь. Чтобы другим подлецам не было повадно, чтобы, так сказать, правду защитить, истину, и чтобы люди, честные люди, не теряли веру в человека, в его слово, в его порядочность, в его принципы и так далее. 26 октября в 8-27 утра я пишу, вы мне гарантировали возврат в течение месяца. На что и документ есть, вы подлец. Никогда не будет доход. Полгода назад было надо рассчитаться. Не мог, значит, надо что-то было продать, перезанять, что угодно, чтобы выполнить свое обещание. Подонок, меня не интересует, что там у вас сейчас уже не интересует. Это раньше надо было говорить и слезами обливаться. Слово всегда надо держать. А тут еще позволил себе трубку не брать телефонную, гаденыш. Я теперь специально не поленюсь и заставлю себя сделать про вас видео. Ну, это вот, я сделал это вот, к сожалению, опять-таки на несколько месяцев позже, потому что я безумно занят, у меня на все на это время нет. И не только опубликую, но попрошу многих блогеров выложить в соцсетях, чтобы с вами никто не имел дела и никто не брал на работу. И так же жду сегодня ответа. Ну, естественно, он не ответил. Дорогие друзья, я вас очень прошу, вот все, кто имеет какое-то отношение, во-первых, к городу, где живет этот негодяй, вот этот город, кто его знает в лицо, вот в лицо его знает, написать мне, написать максимально подробную информацию, поделиться это в соцсетях с другими людьми, кто не хочет быть обманутым, кто поддерживает и солидарен, чтобы людей не обманывали, подлецы и хитрецы, чтобы можно было верить все-таки человеку. Ну, вот поддержите меня и помогите распространить эту информацию, насколько это будет возможно, может быть на какие-то вот эти там подслушано там по городу, как есть какие-то, хотя название сайта ужасно поганые, такое подлое, подслушано, ну, там многие люди, я знаю, заходят на какие-то платформы специальные, потом наши вот эти вот в нашей среде по веганской сыроедной тематике там, пожалуйста, поддержите, не, ведь других он также может обмануть естественно и наверняка уже это сделал. Ну, и я потом пишу такое, что про карму он еще писал, ну, карму себе заработал еще какую. Надеюсь, я вас не утомил от всей души, слез на вас прошу рассрочку, дурить и обманывать мне нет смысла, во-первых, очень уважаю, вам всегда рекомендую ваши т-д-д-д-д-д- и так далее, и я в конце пишу, что теперь просто никогда и никому больше, видимо, я не помогу, хотя, конечно, помогал. Уж такой я мерзавец и подонок, видимо. Ну, что я хочу сказать на это? Вот я, ну, я только вот, вот это крик души, что называется, был, это можно сказать, вот поделился. Ну, что его, так сказать, разыскивать за это, так сказать, деньги платить и что-то ему сделать? Надо бы, по-хорошему. Да просто вот то собирался, то времени нет, и денег не жалко на это, дал бы в пять раз больше, в десять, чем я ему, что называется, вот дал, в виде товара, чтобы наказать подонка. Ну, не знаю, пишите, что вы думаете на эту тему. Вот добро ведь должно быть с кулаками, не правда ли? А иначе подонки, мерзавцы сядут на шею. А самое главное, вот вера в человека, то, что как говорится, и ладно бы был какой-то хитрец, ну, видно, что не профессиональный подонок, но встал на этот путь, и обмануть смог, в доверие, на жалость надавил. И я на это дело все повелся, решил помочь человеку. Ну, ладно, думаю, ну, помогу, веди исключение такое, ну, прямо, что письмо его меня задело. Вот как отблагодарил этот гад меня. Вот таким вот образом. что ж, дорогие друзья, вот такое было видео на такую тему. Ну, пришлось это сделать, хотел, планировал, надеюсь, это по крайней мере кому-то поможет проверять, перепроверять, и, возможно, воздержаться от подобных глупостей, которую совершил я. Всего хорошего, до свидания.